Борются. Ну это вот... Это второй забег. Просто их сюда привели. Они здесь последние приготовления, последний уже отдых. А первый забег уже, видимо, на стадионе. И Дашер Смит отличный бег. Результаты третьего полуфинала на 200 метров. 22.12, 22.38, 22.47 у Вероники. Лучший статус сезон. И она последней, вслед за Лаловой, попадает в финал. Ну что, у нас очень хороший финал организовался. Очень интересный. Все, кого мы хотели бы там увидеть, все попали. Ну и... Никаких сенсаций из тех, кого мы не то, что не хотели бы видеть, а не ожидали. В общем, тоже такого и не произошло. Все правильно, все логично, все ожидаемо. Ну что ж, в первом забеге форму, но еще раз скажу, точно такая же. Три забега, два плюс два. Вот вы видите рекорды. И, в общем-то, сейчас более значимо, конечно, это результат. Куда? Кинейки Сум, которая является лидером нынешнего сезона. Вот, она побежит в третьем забеге. Ну, а здесь, Лана, твоя любимая бегунья, кастер Семеня, по девятой дорожке бежит. Ну, вот здесь только две спортсменки, в частности, Арафия Марафканка и следующие по третьей дорожке София Инауи из Польши имеют результат хуже двух минут. Все остальные, состав очень сильный. Вот Инауи вообще, конечно, хорошо бегает, но не сумела она пробиться в финал. Вот решила на 800, обладает невысокого роста, но обладает сильным, очень финишем. Ну, Селина Бюхель, зимняя чемпионка Европы, значительно спрогрессировала и 1,5795 в этом году пробежала. Результат очень, очень высокий. Бедная Дженни, опять ей все время, она так не любит, вот это мою любимую, как ты сказал, бегуна, и опять ей с ней в одном забеге попало. Надо же бегу. Ну, и опытнейшая Дженни Медоуз, немка Фабен Кольман, тоже вы видите результат какой, 1,58 в этом сезоне. Бронзовый призер чемпионата мира 13-го года, Бренда Мартини из США. Но такой, конечно, готовности, как два года назад, особенно не видно, но тем не менее 1,59 имеете. Вот Наталья Лупу. Можем сказать, что у них был очень сильный первый забег, где вот Наталья Лупу по времени попала, но с очень высоким результатом. Вот Кастер Семенни. Сильный, хочется сказать, без комментариев, без комментариев. Ну, я должна сказать, забег-то сильный. Сильный, сильный. Очень сильный забег. Тевчонки подобрались. Смотри, как Дженни сразу шустренько хочет занять место. Но швейцарка. Вот по ней сказал, молодая девушка. Смотри, как она, зимняя победительница, как лихо, активно начала. Да, пошла сразу вперед. Семенни, Наташа. Лупу на третьей позиции. Да, Кастер, Немка, Мартинес. Да, Мартинес, что-то странно. Далековато. Видимо, Бюклер решила так достаточно высокий темп предложить. Посмотрим, вот сейчас именно вот на втором отрезке, если темп не упадет. Немка очень вовремя убежала из коробочки, где ее Кастер прикрыла, а то такая она большая, что потом, не выбраться. Ну что, видимо, держит скорость 50, да, 58. Так, здесь уже надо быть в двойке, да? Очень, да, очень, очень хорошо. И тем более, что соперники-то не все выдерживают даже этой скорости. Она очень, кстати говоря, я сказала бы, быстро и ровно бежит, да? Вот удивительно. Да, и Семенни одна из них сейчас предпоследняя. Да, смотри, вот. Немка Кольман на вторую позицию. У нее такой хороший сейчас вот альянс в беге получается. Ну, такой она хороший бег, отработанный. Очень хорошо. Смотри, как бедро хорошо работает. Она вот и быстро, и очень-очень ровно бежит. Без дерганий, без вот какого-то такого напряжения. 20 секунд этот круг. Наталья Лупу, Наталья Лупа, украинка. Посмотрите, какой запас сил даже на вираже. А вот, может быть, надо было лучше подержаться за лидером. ну она просто разогналась, и вроде, знаешь... Ну да, просто по второй дорожке. И она поэтому здесь вот приостановилась, как-то свое дело сделала. Ну, надо держать, Наталья. Наталья, ну все, вроде бы, вот, правда, марокканка пытается нагнать. Ну она, нет, нет, она контролирует. Смотри, Дюхилина не погнала. Смотри, Наташа-то попала, 1,58-55. единственная надежда, что результат высокий здесь будет. Конечно, жалко, вот, в данном случае, швейцарскую спортсменку, потому что, ну, за ее смелость, в общем-то, все-таки вела всю дистанцию. Да она правда здорово бежала. Даже удивительно, что не хватило. Мне казалось, она так ровно, хорошо бежала. Даже странно, что она так в конце как-то стала. Арафи, Арафи-то имела, я имею в виду Мараканку, которая выиграла этот забег, имела личный рекорд в 0,37. И вот, сейчас на ваших глазах улучшила чуть ли не на 2 секунды. Ну, Лупа была вторая, она молодец, она молодец. Ну, я думаю, что швейцарка попадет, потому что хорошие там будут результаты, у них почти одинаковые. Я не думаю, что прям во всех забегах, сейчас все по 1,58 будут бегать, личный рекорд у Арафи. Юхи Юрия, 1,58-63 показала. Очень устала, и очень сейчас она расстроена. Она 58,57. Ну, Наталья, хорошо Лупу здесь провела. Да, да, ты волновался, но она контролировала, она очень контролировала. Она тяжел, нельзя сказать, что она легко финишировала. То есть, что Мараканка догоняет, она тут же добавила. Да, она тут же, она здесь, она контролировала швейцарку и прекрасно понимала, что вот оно приближается. Видишь, она здесь добавляет сразу. начала. А Бюхель-то она не слышала шагов, и она Мараканка, да и подустала, несомненно. Да нет, они смотрят все на табло, она видит, но уже тут, как говорится, и сделать ничего не можешь. Да, жаль. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok